Третья книга Моисея, Левитт, глава двадцать четвертая. И сказал Господь Моисею, говоря, Прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скине и собрания Аарон и сыны его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны не ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничные муки, и испеки из ней двенадцать хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых ефы. И положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана. Да будет это при хлебе, в память, в жертву Господу. Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте. Ибо эта великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившийся от египтянина к сынам Израилевым, и поссорился в стане сына израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею и посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господня. И сказал Господь Моисею, говоря, выведи злословившего вон из стада. И все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господня, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца, ибо я, Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым, и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сына Израилевы, как повелел Господь Моисею. Субтитры создавал DimaTorzok